Поучение 7. О том, чтобы укорять себя, а не ближнего. Причина такого различия. И одна ли причина этого различия, или многие? Я нахожу, что это имеет многие причины, но есть одна, так сказать, рождающая все другие причины. И скажу вам, как это бывает. Во-первых, случается, что иной после молитвы или доброго упражнения находится, так сказать, в добром расположении духа, и потому снисходит брату своему и не смущается его словами. Случается также, что иной имеет пристрастие к кому-нибудь, и потому без огорчения переносит все от него наносимое. Бывает также, что иной презирает желающего оскорбить его, и потому не обращает внимания на его обиды, не считает его за человека, и потому не вменяет ни во что все, что тот говорит или делает. «И скажу вам нечто такое, чему вы удивитесь. В общежитии, прежде моего удаления оттуда, был один брат, которого я никогда не видал смутившимся или скорбящим или разгневанным на кого-либо, тогда как я замечал, что многие из братьев часто досаждали ему и оскорбляли его. А этот юноша так переносил оскорбления от каждого из них, как будто никто вовсе не смущал его. Я же всегда удивлялся чрезвычайному незлобию его и желал узнать, как он приобрел сию добродетель. Однажды отвел я его в сторону и, поклонившись ему, просил его сказать мне, какой помысл он всегда имеет в сердце своем, что, подвергаясь оскорблениям или перенося от кого-либо обиду, он показывает такое долготерпение. Он отвечал мне презрительно, без всякого смущения. Мне ли обращать внимание на их недостатки или принимать от них обиды, как от людей? Это лающие псы. В славянском «красний пси» суть. И так случается, как я сказал, что кто-либо не приходит в смущение и от презрения ближнего, а это явная погибель. Если же кто смущается на оскорбляющего его брата, то сие происходит или от того, что он в это время находится не в хорошем расположении духа, или от того, что имеет неприязнь против него. Этому есть много и других причин, о которых уже было говорено. Но главная причина всякого смущения, если мы основательно исследуем, есть то, что мы не укоряем самих себя. От того проистекает всякое подобное расстройство, от того мы никогда не находим покоя. И нечего удивляться, когда слышим от всех святых, что нет другого пути, кроме сего. Мы видим, что никто, минуя путь сей, не обрел покоя. А мы надеемся получить спокойствие или полагаем, что идем правым путем, никогда не желая укорять самих себя. Поистине, если человек совершит и тьмы добродетелей, но не будет держаться сего пути, то он никогда не перестанет оскорбляться и оскорблять других, теряя через то все труды свои. Напротив, какую радость, какое спокойствие имеет тот, кто укоряет самого себя? Куда бы ни пошел укоряющий себя, как сказал Авва Пимен, какой бы ни приключился ему вред или бесчестие, или иная какая-либо скорбь, он уже предварительно считает себя достойным всякой скорби и никогда не смущается. Есть ли что беспечальнее такого состояния? Но если кто-нибудь скажет, если брат оскорбляет меня, и я, испытав себя, найду, что я не подал ему никакого повода к сему, то как могу укорить себя? Поистине, если кто-либо испытает себя со страхом Божиим, то найдет, что он всячески сам подал повод или делом, или словом, или видом. Если же он видит, как говорит, что он в настоящее время не подал ему вовсе никакого повода, то верно он когда-нибудь в другое время оскорбил его, или в этом, или в другом деле, или, вероятно, опечалил другого брата и должен был пострадать за сие, или часто из-за иной какой-либо грех. Потому если кто, как я сказал, со страхом Божиим рассмотрит самого себя и строго испытает свою совесть, то он непременно найдет себя виновным. Случается также, что иной, как кажется ему, пребывает в мире и безмолвии. Но когда брат скажет ему оскорбительное слово, то он смущается, и потому полагает себя в праве скорбеть на него, говоря, «Если бы он не пришел и не смутил бы меня своими словами, то я не согрешил бы». Вот смешное осуждение. Вот обольщение дьявольское. Разве тот, кто сказал ему слово, вложил в него страсть? Он только показал ему ту, которая уже была в нем, для того, чтобы он, если хочет, покаялся в ней. Такой подобен гнилому хлебу, который снаружи хорош, а внутри заплесневел. И когда кто-либо разломит его, то обнаруживается его гнилость. Так и этот пребывал, как ему казалось, в мире, но страсть была внутри его. А он не знал о сём. Брат сказал ему одно слово и обнаружил гнилость, сокровенную внутри его. «Итак, если он хочет получить помилование, то пусть покается, очистится, преуспеет, и пусть видит, что он ещё должен благодарить брата, как доставившего ему таковую пользу. Ибо искушения не будут уже одолевать его, как прежде. Но насколько он преуспеет, настолько они окажутся для него легчайшими, ибо по мере того, как душа преуспевает, она становится более крепкую и приобретает силу переносить находящие на неё искушения. Как сильное животное. Если на него навьючит большое бремя, спокойно несёт его, и когда случится ему споткнуться, то встаёт тотчас и вовсе не чувствует, что споткнулось. Если же, напротив, животное бессильно, то и лёгкое бремя отягощает его, и когда оно упадёт, нужна большая помощь, чтобы поднять его. Так бывает и с душою. По мере того, как она творит грех, она изнемогает от него, ибо грех расслабляет и приводит в изнеможение того, кто предаётся ему. И потому всё, приключающееся с таковым, отягощает его. Если же человек преуспевает в добре, то по мере преуспеяния ему делается более лёгким то, что некогда было тяжело. Посему-то, если мы во всём, что с нами не случается, считаем виновными самих себя, а не других, то это приносит нам много добра и доставляет великое спокойствие и преуспеяние. И тем более должны мы это делать, что ничего не бывает с нами без промысла Божия. Если кто говорит, как я могу не скорбеть, если нуждаюсь в вещи и не получаю её, тогда как она мне необходимо нужна, то даже и в таком случае он не имеет права укорять кого-нибудь или скорбеть на кого-либо. Ибо если он действительно нуждается в вещи, как говорит, и не получает её, то он должен сказать, «Христос знает более меня, должен ли я получить желаемое, и он будет мне вместо сей вещи или вместо сей пищи». Сыны Израилевы ели манну в пустыне сорок лет, и хотя вид манны был один и тот же, но для каждого она была тем, в чём он имел нужду. Кому нужно было солёное, для того она была солёна, кому нужно было сладкое, для того она была сладка, и одним словом каждому она была тем, что было сообразно с его потребностью. Так, если кому нужно яйцо, а он не получает его, но получает только овощи, то пусть скажет помыслу своему, «Если бы мне было полезно получить яйцо, то Бог непременно послал бы мне его. Однако он может сделать, что и самые эти овощи заменят мне яйцо. И верую Богу, что сие будет ему вменено в мученичество. Ибо если кто поистине достоин покоя, то и сарацинскому, варварскому сердцу Бог возвестит сотворить с ним милость, смотря по его надобности. Если же кто не достоин успокоения, или оно не полезно ему, то хотя бы он и новое небо, и новую землю сотворил, не найдет покоя. Однако иногда человек находит покой и сверх своей потребности, а иногда не получает и необходимого. По елику Бог, как милостивый, каждому подает, что ему нужно. Но бывает, что он посылает человеку более нужного ему. Сим показывает избыток человека любия своего и научает его благодарению. Когда же не посылает ему и нужного, то словом своим, Евангелие от Матфея, глава 4, стих 4, заменяет действие той вещи, в которой человек нуждается и научает его терпению. «Итак, во всяком случае, должны мы взирать горе на Бога». Примечание редактора. Добро ли нам кто-нибудь сделает или злое потерпим от кого-либо, мы должны взирать горе и благодарить Бога за все случающееся с нами, всегда укоряя самих себя и говоря, как сказали отцы, что если случится с нами нечто доброе, то это дело Божие промысла, а если злое, то это за грехи наши. Ибо поистине все, что мы не терпим, терпим за грехи наши. Святые, если и страдают, то страдают за имя Божие, или для того, чтобы обнаружились добродетели их на пользу многим, или для того, чтобы умножились венцы и награда их от Бога. Но можем ли мы, окаянные, сказать это о себе, мы, которые так согрешаем ежедневно и удовлетворяясь страстям нашим, оставили правый путь, указанный отцами, путь самоукорения, и идем кривым путем, укорения ближнего. И каждый из нас старается во всяком деле сложить вину на брата своего и на него возложить всю тяготу. Каждый не брежет и не соблюдает ни одной заповеди, а от ближнего требует исполнения заповедей. Однажды пришли ко мне два брата, скорбевшие один на другого, и старший говорил о младшем. Когда я приказываю ему что-либо сделать, он скорбит, и я тоже скорблю, думая, что если бы он имел ко мне доверие и любовь, то принимал бы слова мои с уверенностью, в славянском с извещением. Младший же сказал, прости, Авва, он говорит мне вовсе не со страхом Божиим, но повелевает, как властелин, и я думаю, что потому и не располагается к доверию, в славянском не известуется, сердце мое, как говорят отцы. Заметьте, как оба они укоряют друг друга, и ни один из них не укорил себя. Так же и других двое скорбели друг на друга, и, поклонившись один другому, не получили успокоения. И один говорил, он не от сердца поклонился мне, и потому я не успокоился, в славянском не известихся, ибо так сказали отцы. Другой же говорил, так как он не был приготовлен любовью ко мне, когда я просил у него прощения, то посему и я не успокоился. Видишь ли, господине, какое смешное суждение? Видишь ли, какое превращение понятий? Бог знает, как я ужасаюсь, что и самые изречения отцов наших мы употребляем сообразно с лукавую волею нашей и к погибели душ наших. Каждому из них надлежало возложить вину на самого себя, и один должен был сказать, «По элику я не от сердца поклонился брату моему, то посему Бог и не расположил его ко мне». А другой должен был сказать, «Так как я не был приготовлен любовью к брату моему прежде, нежели он просил прощения, то посему Бог и не расположил его ко мне». Так же следовало поступить и двум вышеупомянутым. Один должен был сказать, «Я говорю властительски, и потому Бог не располагает брата моего в доверии ко мне». А другой должен был помышлять, «Брат мой со смирением и любовью приказывает мне, но я не послушен и не имею страха Божия». И ни один из них не нашел пути к самоукорению. Напротив, каждый возлагал вину на ближнего. Вот почему мы и не преуспеваем. Вот почему и не получаем ни от чего пользы, но все время наше проводим в противлении друг другу и мучим сами себя. По элику каждый оправдывает себя, каждый, как я прежде сказал, позволяет себе ничего не соблюдать, а от ближнего требует исполнения заповеди, потому мы и не можем прийти в познание доброго. Ибо если хотя мало научимся чему-либо, тотчас и от ближнего требуем того же, укоряя его и говоря, он должен был это сделать, почему же он так не сделал? Почему мы лучше от себя не требуем исполнения заповедей и не укоряем себя в несоблюдении их? Где тот старец, который, когда его спросили, что главное из найденного тобою на пути, и всем, отче, отвечал, то, чтобы во всем укорять себя? Это его просивший похвалил и сказал ему, нет иного пути, кроме сего. Так и Авва Пимен сказал со стенанием, все добродетели вошли в дом сей, кроме одной, без которой трудно устоять человеку. И когда его спросили, какая это добродетель, он отвечал, та, чтобы человек во всем укорял себя. Примечание. То есть во всяком неприятном случае возлагал бы вину на себя. И святой Антоний сказал, великий подвиг, в славянском «велие делания» человека состоит в том, чтобы он пред лицом Божиим возлагал все согрешение свое на себя и ожидал бы искушения до последнего издыхания. И везде находим мы, что отцы, сохранив и возложив на Бога все, даже и самое малое, обрели покой. Таков был тот святой старец, которому во время болезни брат влил в пищу вместо меда льняное масло, которое очень вредно. Однако же старец ничего не сказал, но ел молча, и в первый, и во второй раз, и нисколько не укорил служившего ему брата, не сказал, что он небрежен, и не только не сказал этого, но даже никаким словом не опечалил его. Когда же брат узнал, что он сделал, и начал скорбеть, говоря, «Я убил тебя, Авва, и ты возложил сей грех на меня тем, что промолчал», то с какой кротостью он отвечал ему, «Не скорби, чадо! Если бы Богу угодно было, чтобы я ел мед, то ты влил бы мне меду». И таким образом он возложил это на Бога. «Какое дело Богу до сего, монах?» Брат ошибся, а ты говоришь, «Если бы Богу было угодно, какое участие Богу в всем деле?» Однако он говорит, «Поистине, если бы Богу было угодно, чтобы я ел мед, то брат и влил бы мне меду». Вот хотя старец был в такой болезни и столько дней не мог принять пищи, однако же не поскорбел на брата, но возложил дело на Бога и успокоился. И хорошо сказал старец, ибо он знал, что если бы Богу угодно было, чтобы он ел мед, то и зловонное льняное масло притворил бы он в мед. Мы же в каждом деле устремляемся на ближнего, порицая и укоряя его, как нерадивого и не по совести поступающего. Как только услышим хотя одно слово, тотчас перетолковываем его, говоря, «Если бы он не хотел смутить меня, то он не сказал бы этого». Где пророк Давид, который сказал о семье? «Оставите его, и так и да проклинает, яко Господь рече ему проклинать и Давида». Вторая книга царств, глава 16, стих 10. «Мужу ли убийцы, говорил Бог, чтобы он проклинал пророка? Как? Уже ли Господь сказал ему сие? Но пророк, имея разум духовный, и зная, что милости Божии ничто так не привлекает на душу, как искушение, и особенно наносимое и налагаемое во время скорби и нужды, сказал, «Оставите его проклинать и Давида, яко Господь рече ему». «Для чего?» «Негли призрит Господь на смирение мое и возвратит ми благая вместо клятвы его». Вторая книга царств, глава 16, стих 12. «Видишь ли, как разумно поступал пророк? Посему-то он и остановил хотевших отмстить проклинающему и говоря, что мне и вам, сынови соруины. Оставите его проклинать и мя, яко Господь рече ему. Мы же не хотим сказать о брате нашем, что Господь ему сказал, но если услышим оскорбительное слово, то поступаем подобно собаке, в которую, когда кто-нибудь бросит камнем, то она оставляет бросившего и бежит грызть камень. Так делаем и мы. Оставляем Бога, попускающего напасть им, находить на нас к очищению грехов наших и обращаемся на ближнего, говоря, зачем он мне это сказал, зачем он мне это сделал. И тогда, как мы могли бы получить большую пользу от подобных случаев, мы делаем противное и вредим сами себе, не разумея, что промыслом Божиим все устраивается на пользу каждого. Господь Бог довразумит нас молитвами святых, ибо Ему всякая слава, честь и поклонение во веки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok